До начала концерта в холле Ледового дворца открылась выставка, где крупные и малые предприятия нефтехимии выставили свою продукцию. Но в основном здесь, конечно же, присутствуют нижнекамские предприятия, поскольку мы являемся все-таки флагманами нефтехимической отрасли. Здесь представлены продукция, макеты заводов, фотографии. Гордость наших предприятий. Здесь же перед гостями проводят химические опыты. Экспозиция получилась познавательной и интересной. И если молодежь еще только вникает в работу, для ветеранов отрасли это уже ностальгия. Я работала с замечательными людьми. Это как Бурганов, Токмаков, Жуков. Поэтому это школа жизни. В принципе, школа жизни. Скоро мне на пенсию, поэтому я довольна, что я работала. Свой жизненный путь я провела именно заводом. Ну, воспоминания нашей молодости, как построили, как начиналась химия. Мы, считай, с самого русского здесь работаем. Огромный зал Ледового дворца был забит до отказа. Химики, их семьи, ветераны. Для большинства из них сегодняшний день особенный. Благодаря им развивается наша промышленность. Они стояли у истоков и вкладывали свои силы в общее дело. Дорогие друзья, уважаемые нефтехимики, разрешите еще раз от лица всех нижнекамцев поздравить вас с праздником. Пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Сегодня со сцены прозвучало много теплых слов. Награждали лучшие предприятия, сотрудников и даже семейные династии. Общий стаж их работы в отрасли от 130 до 300 лет. Поздравить нефтехимиков приехал президент республики Рустам Миниханов. Сегодня и в средней дальней перспективе точка роста республик – это химия и нефтехимия. Поэтому мы искренне благодарим вас за ту работу, которую вы проводите, за ваш вклад в развитие нашей республики, нашей страны. И хотим пожелать вам дальнейшего просветания. Вместе с вами мы рядом. Больше двух часов зрителей своими зрелищными номерами развлекали артисты со всей республики. В зале работал инструментальный ансамбль. Выступали лучшие певцы Татарстана. На этом праздник не закончился. Сразу после официальной части на сцену вышел российский певец, солист известной группы «Браво» Валерий Сюткин, чтобы поздравить всех с Днем Химика и исполнить свои хиты. Сегодня День Химик отмечают сотрудники отрасли, а общегородской праздник состоится в эту пятницу, 25 мая. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев. Новости НТР.